Приветствую, друзья. За что можно получить уголовное дело, а то и срок в нашей стране? Да практически за что угодно. За реализацию своих конституционных прав, за профессиональную деятельность, за шутку или скетч, за помощь людям, за просветительскую деятельность, за веру, за отсутствие веры, за попытку изменить жизнь людей к лучшему. Для любого политического противника, для любого несогласного власть придумает какую-то статью. Оскорбление чувства, разжигание розни, экстремизм, нарушение порядка проведения массовых акций и даже санитарных норм. Но самые теплые чувства по понятным причинам у меня вызывает статья о нежелательности. Эта статья представляет собой издевательство над здравым и юридическим смыслом и была придумана специально для бессудной уголовной расправы над политическими оппонентами. Если кто забыл, в первую очередь над активистами открытой России. Как работает статья о нежелательности? Министерство юстиции вносит какую-то организацию в список нежелательных. Внесение в список невозможно обжаловать, поскольку Минюст не предъявляет оснований и объяснений. Они не только не говорят, как внесенная организация представляет угрозу основам конституционного строя, но и не доказывают даже то, что организация просто существует. Затем какой-нибудь эксперт из забора строительного техникума проводит экспертизу Фейсбука или ВКонтакте и уносит заключение. Ваш пост является сотрудничеством с организацией, которая в свою очередь является проектом организации нежелательной, которая, как мы говорили ранее, может и вовсе не существует. И все. Два неизвестных человека с неизвестной биографией и репутацией, или вовсе без зонах, без всяких доказательств подписывают две бумажки, и вы получаете уголовку по нежелательностей. И не важно, о чем был ваш пост, не важно, что вы делали или не делали. Статья 284, часть 1 Уголовного кодекса. Сотрудничество или руководство нежелательной организации. До 6 лет, между прочим. И не важно, что потом оказывается, что ваша та организация была вполне себе российской, что она была создана российскими гражданами в России, и даже по идиотскому смыслу неправового закона не может быть нежелательной. Это ни следователей, ни прокуроров, ни судей не смутит. Впрочем, как и во всем другом, не все звери равны. Под нежелательность власти подводят далеко не все организации. Вот, например, Russia Today работает на Западе и в России. Получает, наверное, деньги из-за рубежа, ну хотя бы от рекламы. Информационно воздействует на людей, но не признается нежелательной. Значит, суть-то не в организации, а в идеологии. А какие же идеи власть расценивает как нежелательные? Как их отличить от желательных? К сожалению, достаточно просто. Почему к сожалению? Потому что документ, где все это достаточно четко прописано, это обвинительное заключение по делу Андрея Пивоварова. Андрей был задержан 31 мая и отправлен в Краснодар. Шесть месяцев уже находится в СИЗО. Обвинение суровое. Руководство нежелательной организации до шести лет лишения свободы. Инкриминируемые преступления. Публикации в Фейсбуке и ВКонтакте. Всего три десятка. И вот тут мы можем взглянуть на эти публикации и оценить, какие слова и мысли следствие, прикрываясь именем Российской Федерации, считает нежелательными. 21 апреля 2020 года. В 15 часов одну минуту. Пивоваров, находясь в городе Санкт-Петербург, более точное место следствия не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ конституционного строя безопасности государства, опубликовал материал о необходимости объявления амнистии в отношении осужденных по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также политическим заключенным, и изменения меры пресечения заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, а также по политическим делам. Обратите внимание, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения основ конституционного строя и безопасности государства. Вот если подозреваемых в ненасильственных преступлениях перестать сажать в СИЗО до суда, то неизбежно нарушатся основы конституционного строя. А когда непризнанные виновными люди месяцами и годами содержатся в СИЗО, для того, чтобы у них отжать бизнес, ну или квартиры, то это конституционный строй и безопасность не расшатывает. Это скрепы. Посмотрим обвинительное заключение дальше. 10 июня 2020 года в 15 часов 50 минут Пивоваров, находясь в городе Санкт-Петербург, более точное место следствием не установлено, опубликовал информационный материал с негативными отзывами о спикере законодательного собрания Санкт-Петербурга Макарове ВС. Заметьте, речь идет не об оскорблении человека, не о клевете, а о негативных отзывах. Следователи в обвинительном заключении говорят, что критика представителя власти – это подрыв основ в преступлении и опасное поведение. Так хочется спросить, а вы Конституцию-то читали? У нас-то вообще-то там по-другому написано. На стране признается идеологическое многообразие. Многообразие. Кому-то нравится честнейший Макаров, кто-то восторгается умнейшим бегловым, а кто-то вообще готов тащить в рот разную гадость из рук Пригожина. Так вот, восторгаться можно сколько угодно. Это желательно. За это раздают домики на озере Кома и прочие ништяки. А вот критиковать власти или негативно отзываться – это нежелательно. И, к слову, ФСБ критиковать очень нежелательно. Действительно, это же подрыв безопасности страны, если негативно отзываться об ФСБ. Вдруг все узнают, что главная спецслужба погрязла в коррупции. Что вместо нормальной работы цельные подразделения занимаются борьбой с инакомыслим и политическими убийствами. Руководство ФСБ и создавшие эту систему люди прекрасно себя чувствуют. А вот негативные отзывы об этом безобразии – это нежелательно. А еще нежелательно, согласно обвинительному заключению, возражать против поправок в Конституцию. Так и написано в обвинительном заключении. Пивоваров опубликовал информационный материал с призывами к протесту против внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и власти президента России Путина Владимировича до 2036 года. Вот я просто обалдел от такой искренности. Протер глаза. Посмотрел еще раз. Так и написано. Нельзя протестовать против поправок в Конституцию и власти Путина до 1936 года. Я даже не знаю, что здесь сказать. А десятки миллионов, которые проголосовали против поправок – это тоже уголовка? Или уголовка начнется в 2024 году, если на президентских выборах не за Путина проголосуешь? Впрочем, не буду подсказывать, а то получится как с панорамой. Они шутили-шутили, а Шойгу-то всерьез. А если сам Путин вдруг решит, он, конечно, не решит, но вдруг, не идти на следующий срок, то страшно сказать – на него уголовка. А ведь точно. Тогда точно будет уголовка. И не одна. И на него. И на его дружков. В общем, понятно, что у депутата на уме, то у следователя на языке. Ну или не на языке, а в обвинительном заключении. Ну нельзя же так политься-то. Вообще, все обвинительное заключение представляет собой один большой сеанс саморазоблачения. По тексту сплошь и рядом разбросаны оговорки по Фрейду, из которых легко понять, что следователи их начальства считают нежелательным. Например, стратегия, направленная на смену современной политической элиты РФ. Или образование, просвещение и правозащита. Или проблематика сменяемости власти и участия в предстоящих выборах. Ошеломляющая откровенность. Нельзя выступать за смену политической элиты, за образование, за просвещение, за правозащиту, за сменяемость власти, да и за участие в выборах. Это нежелательно. Одним из эпизодов преступной и нежелательной деятельности является и вовсе публикация Андрея Пивоварова с призывом помочь врачам. В самом начале эпидемии, когда сотни и тысячи врачей работают в красных зонах без средств защиты еды. Так вот, помогать врачам в то время оказывается нежелательно. Это только нежелательные враги государства помогают медикам, спасающим жизни согражданам. А настоящие патриоты сидят в бункере или заводят дела о нежелательности против тех, кто помогает людям. В отношении бывших активистов открытки возбуждено уже несколько дел по нежелательности. Нежелательные для захватившей власть кремлевской группировки те ценности и идеалы, которые мы отстаиваем. Кремлевская группировка не хочет терять власть. Никогда. И поэтому сменяемость власти для них нежелательна. Они не хотят справедливого суда. Суд им нужен как оружие для расправы с неугодными. А справедливый суд нежелателен. Честные выборы, конкуренция в политике, справедливое распределение национального богатства, права человека. Все это нежелательно. Нежелательно потому, что угрожает их безраздельной власти, безудержному воровству, вседозволенности. Это не открытая Россия, нежелательная организация. Нет. Это та Россия, которая будет открытой. Где есть справедливость, права. Где власть меняется, а люди живут хорошо. Вот все это является нежелательным. Нежелательно им видеть Россию открытой. Это то, чего они боятся. И то, что нужно всем нам. Счастливо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...